Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 19 января. Блаженный Феодор Новгородский был сыном благочестивых родителей, богатых и именитых новгородских граждан, Воспитанный в строгом христианском благочестии, он по достижению зрелого возраста принял на себя подвиг юродства Христа ради, слез во свое состояние раздал бедным, а сам до конца жизни пребывал в крайней бедности, не имея не только крова над собой, но и теплой одеждой в морозные дни. Обличая взаимную вражду граждан Новгородской торговой стороны жителями Софийской стороны, Блаженный Феодор делал вид, что враждует с блаженным Николаем Качановым, умершим в 1392 году, подвязавшимся на противоположной Софийской стороне. Когда блаженному Феодору случалось переходить Волховским мостом на Софийскую сторону, то блаженный Николай гнал его на торговую. То же делал Феодор, когда заставал Николая на торговой стороне. Блаженные, духом понимая друг друга, видимой враждой напоминали новгородцев их междуусобицы, которые часто оканчивались кровавыми столкновениями. Блаженный имел дар прозорливости и предупреждая, «Берегите хлеб!» – предсказывал наступающий голос. В другое время словами «Чисто тут будет! Хорошо будет сеять репу!» Он предрек пожар, опустошивший улицы торговой стороны. Блаженный Феодор предвидел свою кончину и говорил новгородцам «Прощайте, иду далеко!» Граждане новгородские еще при жизни видели в нем угодника Божия и высоко чтили его. После своей кончины в 1392 году Блаженный был похоронен по завещанию на торговой стороне, на Лубянице, у церкви святого великомученика Георгия, на паперке, которой святой особенно любил проводить ночи, в неустанной молитве. Над его мощами была сооружена часовня. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.